Эталоны красоты сегодня диктуют кино, телевидение и различные конкурсы. Мисс Мира, Мисс Земля, Мисс Вселенная. Регламентируется и мужская красота, но менее строго. Всегда ли так было? И все ли модные тенденции шли человечеству на пользу? Здравствуйте! В эфире программа «Прогулки по Москве». И сегодня мы будем говорить о здоровье и красоте. Петербург, 1903 год. К 290-летию дома Романовых монаршая фамилия дает великолепный костюмированный бал. Вся знать Российской империи предстала в роскошных костюмах до Петровского времени. В 9 часов вечера вошли в Романовскую галерею Аничкого дворца в костюмах времен Алексея Михайловича. Оттуда со всем семейством, мимо всех приглашенных в Эрмитаж. Остановились в большой комнате и пропустили общество попарно мимо себя. Затем пошли в театр. Очень красиво выглядело зало, наполненное древними русскими людьми. После ужина был небольшой котельон, во время которого 12 пар танцевали русскую пляску. Все вышло весьма удачно. Из дневника Николая II. Но на экспорт пошла русская красота совсем другого образца. К балу был приурочен концерт в Эрмитажном театре, где давали сцены из Бориса Годунова, Байдерки и Лебединого озера. В образе лебедя блистала Анна Павлова. Именно эта русская балерина закрепит на Западе новый талон красоты. Через несколько лет в Париже будет настоящий успех русских сезонов Дягилева. Которые пройдят преклонение перед Павловой. А образ умирающего лебедя станет надолго эталоном совершенства и женской красоты. В 20-е годы на Западе Игоря Тагарбо продолжил эстетику Павловой. Секаданс царствовал в огромных печальных глазах, эффектной отстраненности, утонченности. Но в России в это время началась совсем другая история. Новость. На днях в Москве появились совершенно голые люди. Мужчины и женщины с повязками через плечо долой стыд. Влезали в трамвай. Трамвай останавливали. Публика возмущалась. Из дневника Михаила Булгакова. 1924 год. Деятельность радикального даже по меркам советской власти московского общества долой стыд было крайним выражением царивших в то время взглядов на всестороннее равенство мужчин и женщин. Дети солнца и воздуха не хотели прикрывать красоту тел одежды, что вызывало естественное возмущение большинства горожан. Движение просуществовало совсем недолго. Но идеология равенства полов нашла свое отражение в повседневной жизни советских людей. Женская одежда лишилась изгибов и мягких силуэтов. В муду вошли короткие стрижки. Мужчины и женщины стали друг другу равноправными товарищами. Сегодня говорить о красоте мы будем вместе с хирургом-онкологом Михаилом Пильх. Михаил, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. Скажите, вот для вас, как врача, красота и здоровье – это синонимы? Для меня практически да. Практически да. Но, наверное, мое мнение не так интересно вашей аудитории, личное мнение, а, наверное, интересно, как оно на самом деле соотносится в жизни. А насколько человек красивый может быть здоровым и наоборот? Здоровый и красивым. Вообще, вот в нашей культуре мода на красоту, она определяется лично для меня по понятиям, которые я не всегда понимаю. Почему этого человека считают красивым, а другого – некрасивым? Вот что медицина по этому поводу думает? Есть какие-то каноны? Или всё-таки тоже идёт тенденция связи с модой? – Юрий, вы всегда такие острые вопросы задаёте, нестандартные в вашей программе, что вот ответить двумя словами, ну, я постараюсь. На самом деле, медицина что? Медицина, она отражает, так скажем, объективные представления о составе человеческого тела, о его формах, пропорциях, о его функциональности. То есть, это объёмно-интегральное такое понятие, которое вот в символе ГТО, которое было «сила, красота и здоровье», оно шло одно с другим вместе, через запятую, не конкурируя между собой. Знаете как? Химия или жизнь? Жизнь или химия. То есть, здоровье или красота? Красота, здоровье. Медицина, так же, как и сама природа, да, и как создавшая эту природу, медицина отражает объективно существующие реалии. И, как бы, перегибы, вот это недопонимание, что важнее здоровье или красота, и сила, или скорость, функциональность, или размеры, да, это, скорее всего, отражение не недостатков медицины, а отражение человеческого, может быть, несовершенного, или сознательно искажённого, или навязываемого извне, из каких-то выгодных соображений, да, представлений для обычного человека. То есть, есть люди, которые формируют спрос, предложение, которые формируют моду. И мы, как люди простые, обычные, мы должны понимать, что всё то, что формирует нас, да, в плане манер, поведения, одежды, формы тела, пропорции, да, каких-то видов причесок, цвета кожи, это всё, как бы, отчасти только является объективным потребностям человека, да, в красоте, в необходимости чувствовать себя свободно, там, зимой, летом, в море, на суше, да, это всё-таки навязывается из соображений выгоды какой-то, да, и поэтому человек здравый, как Библия призывает нас быть целомудренным, то есть людьми неповреждённого разума, он должен оценивать, где вот правда, где ложь, и он должен это делать не только с точки зрения, там, где его обманывают в магазине или там на улице, но и с точки зрения отношения к здоровью и пониманию, каким должно быть его тело, да, потому что красота, она имеет строго определённые какие-то рамки, а люди не всегда в эти рамки вписываются. Ну, и при этом медицина, она говорит сегодня, пластическая хирургия в частности, говорит, что если что-то вам не нравится, мы можем вам помочь. Насколько, насколько можно сегодня, да, вот пользоваться вообще хирургией пластической, и не опасно ли это для здоровья, потому что люди говорят, что кто-то говорит, что если что-то мешает, надо убрать, да, вот, но при этом никто не думает о здоровье, да, к чему это может привести, то есть красота, стремление быть красивым, идёт вразрез со стремлением быть здоровым, то есть ты как бы балансируешь. Вот вы как хирург сталкиваетесь с последствиями вот подобного вмешательства медицины в красоту и здоровье человека? Честно? Ну, если честно, я сам занимался реконструктивно-пластической хирургией определенное время, в начале своей карьеры, и как бы сейчас по работе я так или иначе связан с этим, но только вот применительно к лечению больных людей. Я вам так скажу, что в идеале, если мы берём честных, порядочных специалистов и адекватных, нормальных людей, да, которые приходят с адекватными просьбами не восстановить молодость и девственность, там, да, в возрасте 80 лет, а действительно исправить существующие дефекты, которые образовались в результате неправильного образа жизни, или же каких-то наследственных предрасположенностей, да, или профессиональных вредностей. Здесь абсолютно никаких противоречий между планом творения, между природными законами нет. Касательно нежелательных последствий этого, здесь, как и в любой медицине, так как применение любых лекарств, есть побочные действия, есть осложнения, и есть следствие неразумного поведения людей после выполнения таких операций. В частности, действительно, если у человека есть дефекты внешности, которые нереально в обозримом будущем устранить теми же разрекламированными таблетками, кремами, средствами для похудания, то ему проще один раз обратиться к пластическому реконструктивному хирургу, исправить это, и пользоваться результатами сделанного, ну, скажем, много лет, понимаете, да, оставаясь при этом активным социально, выполняя свои семейные, профессиональные обязанности, работая, получая удовольствие от жизни, наслаждаясь ей каждый день. Здесь никакого противоречия нет. Но, когда, например, люди пытаются похудеть, имея комплекцию и пропорции, соответственно, возрасту, росту, но они видят себя, например, юными, или ставят задачу, там, общаться, допустим, с представителями противоположного пола более молодого возраста, они хотят вернуть себя в тот возраст, которым им не положено быть. Вот тут, да, они могут прийти к специалисту, и специалист по заказу, потому что он специалист, он может, как скульптор, сделать все, что хотите. Он начинает формировать тело так, как заказано, но не так, как это соответствует возрасту и полу. И, получив результат, а он его получит, этот человек, он опять бросается в, так сказать, в пурную жизнь, то есть опять начинает есть, пить, не выдерживает режим ношения, например, компрессионной одежды, потому что после пластической операции люди по нескольку месяцев носят специальные виды компрессионного, пока не заживет белья, начинает есть попало, там, заниматься опять спортом, и он получает осложнение. О таких осложнениях обычно сообщается в прессе, они происходят с известными лицами, но это частота этих осложнений, она стандартно вписывается в частоту осложнений вообще хирургии. Через несколько минут вы узнаете, что послужило прототипом для создания легендарной московской скульптуры рабочей колхозницы. Ну, вообще, как мне кажется, в стремлении человека сохранить красоту нет ничего плохого, да, но в то же самое время каноны красоты отличаются. Вот если мы посмотрим на изображение средневековых художников, на библейские сюжеты, картины или просто вот жителей, да, то мы видим вот это, как бы, такое буйство плоти, да, вот яркость, ну, ты чувствуешь, что да, вот прям, ну, тело, да, ощущается вот его, как бы, как это сказать, ну, чувствуешь, что это оно, вот прикоснись и будет, как живое. И в то же самое время русская икона, она достаточно сдержана, аскетична, и люди на ней изображены тоже такими менее внешне привлекательными, но, как вот говорят иконописцы, да, главное, чтобы внутренний свет как бы от этого шёл. И вот здесь у меня вопрос. С точки зрения Библии, да, как к этому относиться? Что есть тело человека, да, красота? Это всё-таки дар Божий, то, чем мы должны наслаждаться, то, что должны поддерживать? Или же это есть предмет, который может нас одновременно с этим, с красотой ввести в грех, да, вызывая какие-то ненужные греховные желания? Вот как, как вот с этим быть? Ну, тут вопрос, наверное, больше к богословам с точки зрения оценки, да, с точки зрения оценки теологической, так скажем, фактически библейской. С точки зрения профессионально-медицинской я могу сказать однозначно, что не только вам кажется, а так оно и есть, что красота, фактически, и здоровье это синоним божественного совершенства и того идеала, от которого люди, ну, так трагически, ушли в свое время и к которому Бог обещает их привести, потому что в той жизни, которую обещает Бог, там все будет совершенно. Там будет совершенно и тело, и мысли, и стремления, и там вообще не будет ничего такого, что могло бы как-то сделать противоречием, да, красота или здоровье, там, молодость или зрелость, понимаете, там... Ну, получается, что то, что мы видим сегодня, ну, скажем, сталкиваясь с некрасивым, получается, это тоже такая, что ли, не совсем совершенное творение Божие. И, соответственно, мы хотим это подправить. Но где грань? Вот где грань между тем, что можно и стоит подправить, сохраняя красоту, и тем самым как бы сохраняя свое вот ощущение, что да, ты творение Бога, да? В вашем вопросе и содержится ответ. Дело в том, что мы несовершенства творения не имеем. Мы имеем на земле совершенства творения. Но это совершенство творения, оно разрушается уже много тысяч лет смертоносным, болезнетворным действием греха. Внешних факторов среды, злых мыслей, неправильных поступков, которые разрушают от поколения к поколению когда-то совершенные устройства человеческого тела. Михаил, я сейчас предлагаю прерваться, посмотреть сюжет о моде и о красоте. 1937 год. В Париже под лозунгом «Искусство и техника в современной жизни» проходит всемирная выставка. Борьба за главный приз развернулась между павильонами СССР и Германии. Борьба между советским рабочим и колхозницей и немецким крылом. Сегодня скульптура Веры Мухиной «Рабочая колхозница» города возвышается на постаменте в 34 метра у северного входа ВДНХ. 25-метровые фигуры из нержавеющей хромоникелевой стали это символ советской эпохи, молодости, олицетворения, счастья, достатка и здоровья граждан СССР. Автором идеи был ведущий сталинский архитектор Борис Иофан. Одним из его самых известных зданий в Москве стал дом на набережной, где сейчас располагается театр страны. Идея рабочевой колхозницы у Иофана была вдохновлена двумя произведениями античности древнеримскими скульптурами тираноборцев Гармодия Эриста Геттона а также древнегреческой Никой Сабафракийской. Образ Никки для великолепной пластик упругого сильного тела уверенный шаг, гордый взмах крыльев рождало у зрителей чувство счастья и торжества победы. Именно она стала идеалом красоты для родоначальников коммунизма в России. У подножия статуи Никки Сабафракийской греческой скульптуры символа победы Ленин шепотом сказал «Смотрите, дорогой Миха, на это чудо древней эллинской культуры. Изумительное, нечеловеческое создание». Из воспоминаний революционера Михаила Цхакая Белый цвет античности, идеальные пропорции, сильные тела мужчин и женщин вот к какой красоте должны были стремиться советские граждане. И власть этому активно способствовала. С 30-х годов стала активно развиваться программа физкультурно-образовательной подготовки ГТО «Готов к труду и обороне». Население от 10 до 60 лет вело активную борьбу за красоту и здоровье. А вообще, где граница между желанием быть красивым, соответствовать каким-то модным представлениям о красоте? Ну, граница, она, конечно, проходит внутри головы человека. Вопрос в том, что не все, к сожалению, люди имеют это стремление к красоте, к здоровью и связанным с этим, так скажем, параметрами человеческого тела. Граница, вероятно, проходит там, где проходит осознание человеком иерархии. То есть, есть Творец, да, есть Бог, который не только Творец физического тела, но и Спаситель и Создатель Души человека, да, который обещает человеку нечто большее, чем в те тяжелые годы нашей земной жизни. Ну, получается, если человек, чтобы сохранить свою красоту, прибегает к помощи пластического хирурга, не говорит ли он тем самым, что, являясь по библейскому учению, человек, образ и подобие Божие, да, но все-таки, значит, что-то Бог не доделал, если я прихожу к вам за помощью, чтобы вы мне что-то подправили? Нет, нет, нет. Мы не занимаемся исправлением недостатков Божьего Творения. Это невозможно, потому что Творение Божие изначально, и даже в том виде, в котором сейчас это есть, да, мы имеем в виду здоровых людей, это образец совершенства. Вот. Мы не занимаемся исправлением дефектов работы Бога. Мы занимаемся тем, что восстанавливаем здоровье или, так скажем, пытаемся привести здоровье или тело к тому состоянию, которое будет максимально приближено к тому идеальному образу человека, мужчины или женщины, который был задуман Богом притворений. Но тоже, но мы же не знаем, как выглядели Адам и Ева. Мы же не знаем, как они выглядели, да, что есть канон красоты. А вот как раз про каноны красоты, которые вы говорили, которыми мы, современные люди, живущие в городе Москве, столицы, восточной части, так скажем, центр восточной части земного шара, да, в культурном, в физическом, в политическом, в каком-то смысле. Мы, современные люди, мы понимание вот этих канонов красоты и наше представление, каким был Адам, каким были древние славные люди, мы их черпаем откуда-то, понимаете. Мы не общаемся с ними, правильно? Мы их черпаем откуда? Ну, из произведения искусства, из учебников истории, из музеев, которые для нас, опять же, жителей центра России и Москвы, столицы, для нас они все доступны. То есть, начиная от пионеров, как говорится, до пенсионеров, которым бесплатные билеты, льготные билеты в любой из музеев. Ну, опять-таки, вот я сталкиваюсь с таким несколько противоречием, может быть, немножко в философском плане, что христианство, оно не акцентирует внимание на внешности, за которое сегодня люди готовы платить большие суммы, чтобы сохранить вот эту внешнюю привлекательность. Но христианство акцентирует внимание на внутреннем состоянии человека. Да, это совершенно правильно, потому что все, что внешнее, что физическое, оно Богом отдано на откуп, так сказать, на компетенцию человека. То есть, хочешь быть там толстым, да пожалуйста, хочешь быть худым, пожалуйста, в этом нет сакрального смысла и нет связи с планом спасения. То есть, почему христианство восточное и западное, и вообще религиозное, почему концентруется на внутреннем? Потому что именно во внутреннем, в духовном, как раз заложена суть общения. Бог общается с духовной плоскостью, с людьми, да, какой бы религии они ни подлежали, у них это понимание духовной связи с Богом есть. Физическое тело, это вторично, но также необходимо для жизни, как и вода, и хлеб, и воздух, и солнце, и ночной сон, и дневная работа. Если это будет все отсутствовать как-то или смешанное в отношении другом, то это будет не жизнь. Смотрите далее, вы узнаете, как видение женской красоты проявлялось на полотнах русских художников. Ну, и вот опять-таки, тоже некоторые люди, ссылаясь на библейские тексты, вот, например, говорят, что нет мужчины и женщины. Да, и сегодня в моде, в моде такое понятие, как унисекс, когда уже размывается грань между полами. Ну, не важно, какой ты, мужчина, женщина, как бы важно, что ты, что ты есть, да, важно, что ты существуешь, что ты живешь. И вот здесь, опять-таки, медицина тоже иногда играет роль, помогает человеку, да, там, изменить там, вплоть до того, что там пол меняют. Как вот, как здесь быть? Я надеюсь, что среди нашей аудитории, наверное, отсутствуют люди, которых интересует этот вопрос, изменение, так сказать, пола или что-то подобное. Но, тем не менее, вот мы видим тенденцию того, что люди сегодня, да, окружающие нас, стирают грань между полами. В обществе это есть. И тут совершенно однозначно есть две проблемы. Первая проблема, это то, что мы должны понимать в контексте великой борьбы между добром и злом, о котором в Библии и в Евангелии говорится от первой страницы до последнего, есть, очевидно, силы зла, которые хотят разрушить образ Божий в человеке и разрушить отношения между Богом и человеком, сделать человека по возможности добровольным и очень активным Богопротивником. Такое явление в Библии называлось Вавилон. Те, кто интересуется, они будут, они посмотрят потом, что означает этот термин, но мы можем сказать, что Вавилон с древней Вавилонской башни это был первой общественной попыткой организованного противоставления Творцу. То есть, это был акт общественного непонавления Богу. Не индивидуального, когда кто-то там сделал или не сделал, а когда общество организовалось и создало проект по созданию Вавилонской башни, который финансировался, логистически поддерживался, это продолжалось годами, это была целая национальная программа, когда они достигли какой-то высоты этой башни. Для чего? Они хотели пересилить Бога. И, несмотря на свои греховные дела и неправильные поступки, остаться не наказанными Богом. Вот была идея Вавилона. Такая же идея находится во всех движениях медицинских и парамедицинских, которые направлены на разрушение Божьего творения. То есть, когда Бог сказал, есть мужчина и женщина, а другие люди говорят, а мы правее Бога, мы свободнее Бога, мы говорим, а можно и так, и так, понимаете? И они медицинскими способами или модой, там, на духи, на одежду, на прически, которые позволяют человеку непонятно выглядеть, то ли мужчина, то ли женщина, что-то среднее, они двигают этих людей в направлении противостояния Бога. Осознательно ли люди это принимают, или они копируют чье-то поведение и делают это неосознанно, но результат все равно такой, они становятся Богопротивниками, и тут медицина уже никакого значения не имеет. Как в плане восстановления здоровья, например, трансплантации органов, лечения бесплодия, там, суррогатное материнство, а эти вещи, они как раз наоборот приводят человека в то состояние, когда он может быть родителем, отцом, когда он может быть здоровым полноценным членом общества, понимаете, это совсем разные вещи. То и то делает медицина, то и то делает пластическая хирургия, трансплантология, но это совершенно разные вещи. Вот тут грань. То есть, получается, все-таки, чтобы суммировать нашу беседу, людям, стремящимся жить по учению библейскому, нужно ли следить за своей красотой, или же достаточно следить только за здоровьем, чтобы быть здоровым, и не важно, как я выгляжу. Нет, нет. Сосуд бывает, знаете, как в Библии говорится, почетный, для почетного употребления, да, а есть нет, для почетного употребления. Человек обязан стремиться быть таким, каким призывает его видеть Бог. Он обязан следить и за состоянием своего здоровья, и за функцией, как он работает, не только внешней формой. Он обязан следить за тем, чтобы он был красивым, так, как это принято в его исторической, культурной среде, в национальной среде, и при этом он должен думать еще о душе и о внутреннем своем состоянии. То есть, нельзя отделять одно от другого, то есть, если об одном заботится, а другом не радеет, это несовершенство. Хорошо, Михаил, спасибо вам большое за беседу, и я предлагаю сейчас посмотреть заключительный сюжет нашей программы. В 21 веке стандарты красоты стали меняться с поразительной скоростью. Болезненную худобу сменила тенденция к стройному и подтянутому фитнесом телу. А вскоре в идеальной пропорции начали проникать параметры обычных мужчин и женщин. Появляются модели, так называемые плюс-сайз, чьи размеры уже сопоставимы с размерами простых людей. Красота в глазах смотрящего Оскар Уальт Изменчивость в понимании человеческой красоты была во все времена. Проследить, как менялись представления привлекательности, можно на примере русской живописи. Государственная Третьяковская галерея хранит шедевры отечественных портретистов. На полотнах художников запечатлены красавицы различных эпох. Владимир Боровиковский мастер портретной живописи конца 18-го, начала 19-го века. Женщины на его картинах сентиментальны, нежны и трогательны. Портрет Марии Ивановны Лопухиной 1797 года одна из самых известных его работ. Неясные, размытые контуры, простое деяние, мягкое, задумчивое выражение лица. Таков был идеал эпохи сентиментализма. Через 100 лет в 1883 году мужчин будут восхищать уже другие образы. Иван Крамской навсегда прославил молодую женщину, проезжающую в открытом экипаже по Невскому проспекту. Картина так и называется «Неизвестная». Одета дама по последней моде, взгляд ее царственный, немного печальный, чувственные губы, ломаный изгиб бровей. Герои на картине не столько красиво, сколько эффектно. Но всего через несколько лет после революции взгляд на женщину будет совсем иным. Художник социалистического реализма Александра Самохвалов на своих картинах будет изображать людей нового времени, спортивных, активных, с горящим взглядом, сильных и веселых. В новом времени должны были жить новые люди. «Миловидность обманчивая, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Библия притчи. Немецкие ученые решили выяснить, где живет больше всего людей, недовольных своей внешностью. Они опросили 270 тысяч человек из 22 стран мира и выяснили, что 38 процентов населения Японии считают себя некрасивыми. Этому и объясняется их любовь к пластической хирургии. В России же недовольных своей красотой оказалось всего 20 процентов. Следите за собой и будьте здоровы. Увидимся. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова